всем привет и в этом видео мы поговорим про такой визуальный элемент как юай слайдер он предназначен для того чтобы выбрать какое-то ну какое-то одиночное значение из диапазона значений и вы могли его увидеть когда смотрите видео когда слушайте аудио или в каких-то приложений в которых настраиваете например там громкость там или объем чего-нибудь и сегодня я хочу немножко отойти от стандартного повествования и сначала показать его через код а в конце видео мы сделаем приложение микро приложение такое благодаря которому вы можете например попробовать посчитать там какой-то доход типа калькулятор доходности на какой-то вот и давайте попробуем так для начала нужно создать какой-то слайдер мой слайдер типа юай слайдер и на этот раз воспользуемся инициализатором который хочет frame далее сидерет то есть мы сейчас будем задавать ему координаты ширину и высоту координаты укажем по нулям пока что потому что мы воспользуемся немножко другим методом далее ширину укажем 300 и высоту 0 потому что у него есть своя внутренняя высота и она не меняется добавим наш слайдер на view и теперь мой слайдер вызовем у него свойства центр таким образом мы получили координаты центра нашего слайдера и присвоили ему координаты центра нашего view и теперь для того чтобы обработать какие-то изменения слайдера нашего мне необходимо добавить какой-нибудь пусть будет лейбл также через сидерет так по иксовому укажем 0 потому что сделаем это отдельно по игроку будет будет 250 ну ширина такая же и высота 100 поинтов добавим его и возьмем у него свойства центр центр и возьмем x и таким образом получится не разместить его по центру всего view а только по иксу вот мы добавили давайте посмотрим сразу что у нас получилось так и конечно же нам необходимо плать буду дать какой-нибудь текст для того чтобы он просто отобразился и было понятно чем мы работаем вот сам текст вот так выглядит слайдер здесь такая полоса есть такой вот рычаг там переключатель за которого можно зажать тянуть и изменять значение нашего слайдера давайте перейдем в сам класс слайдера посмотрим что там внутри и как можно заметить он маленький обладает небольшим количеством свойств и методов есть value которые таким образом можно получить текущее значение слайдера можно задать минимальное value максимальное value для минимального и максимального значений можно задать ему какую-то картинку есть свойство из continuous который по умолчанию установлена в true и если установить его false то вот допустим когда вы работаете со слайдером вы также вешайте на него какой-то таргет или если через storyboard какой-то action и получается когда вы меняете значение непрерывно происходит вызов этого экшена или этого метода который вы добавили в таргет если из continuous установить false то он будет вызываться этот метод только в том случае когда наш таргет когда наш слайдер закончит свое движение то есть когда вы его уже отпустили так ну и давайте попробуем немножко наш слайдер кастомизировать так давайте установим ему минимальное значение по умолчанию она равно нулю дать установим пусть она будет равно нулю давайте установим максимальное значение пусть она будет равно 100 так нам будет понадобится сэндр и метод value changed добавим сам этот метод и теперь когда мы будем вызывать метр мы просто отобразим значение на лейбл так а просто мы добавили отсюда давайте перемещаем повыше наберем через вар чтобы у нас уницилизатор не ругался здесь его проинициализируем так еще он хочет получить string вместо float все по моему ошибок больше нет можно запускать да вот как только я начал вводить у нас непрерывно происходит изменение но если слайдеру изменить значение из continuous то такого уже не повторится вот и теперь он меняется только тогда когда я отпускаю также можно поменять цвет практически всего что есть на слайдере можно поменять вот этот цвет этот цвет и цвет самого переключателя ну давайте кастомизируем его и изменим цвет самого переключателя это my slider это минимум track tint color то есть он будет red my slider maximum track tint color то есть он будет например gray green и изменим цвет самого переключателя там tint color и он будет у нас например system pink наверное есть такой вот есть красный, зеленый и ну наверное это розовый больше больше на красный похож сейчас у меня значение было установлено в ноль это тоже можно изменить my slider value ну вот и будет равно 50 и находится на половине таким образом как мы запустили my slider находится у нас в положении 50 ну то есть ровно посередине есть еще такой метод setValue который можно использовать для того чтобы переместить слайдер при помощи анимации давайте для этого используем другой метод ну этот метод я использую только для того чтобы мы эту анимацию вообще в принципе увидели через одну секунду так my slider и к нему тоже обратиться нельзя потому что я добавил его как переменную как констант точнее my slider setValue пусть это будет 75 и анимировано это сделаем вот таким образом вы заметили что сейчас он у нас переместился ну и указаны значения в 75 вот и в принципе это все что касается самого слайдера теперь давайте попробуем написать небольшое приложение калькулятор доходности про который я говорил в начале видео и для него я буду работать со storyboard потому что через код будет слишком долго сейчас я удалил все лишнее перешел на storyboard и теперь хочу с его помощью как раз таки ну через код мы уже поработали теперь поработаем через storyboard давайте открываем библиотеку элемент напишем слайдер нам нужен слайдер и лейбл у нас будет один главный лейбл который будет отображать общую сумму потом будет маленький лейбл так разместим его здесь сразу под ним разместим слайдер растянем на всю ширину экрана тут тоже разместим посередине чтобы было красиво так и у меня будет несколько таких элементов то есть первый это будет сумма второй будет период третий будет проценты проценты ну как это бывает проценты годовых вот таким образом я добавил три слайдера каждый из них отвечает за отдельную категорию это будет сумма первоначальная это будет период в месяцах и это будет проценты проценты обычно указываются в годовых теперь до этого мы работали с констрейнтами для того чтобы уравнять ну как-то обеспечить какое-то выравнивание теперь я покажу вам как можно это все выравнивать с помощью масок переходим в сайз инспектор и тут есть такой такой параметр как авторисайзинг если мы перейдем сюда то чуть чуть правее видно как в окошке в красном маленьком квадратики располагается ваш элемент а вокруг него изменяется экран вашего ну экран вашего приложения вашего устройства и вы можете указывать каким образом ваше приложение ну ваш элемент будет вести себя в зависимости от изменений которые здесь будут указаны вот я сделал так чтобы элемент был прибит правому и левому краю и растягивался по ширине я применил это сразу ко всем элементам ну а теперь здесь у нас есть те же самые настройки которые мы делали через код так давайте укажем для них картинки все картинки добавлены теперь нужно перенести наши ответы так ну предварительно мне не очень нравится цвет давайте его немножко поменяем для того чтобы изменить цвет картинок есть такое свойство как tint теперь нужно перетащить outlet вот сейчас я перетащил все клетки которые будут необходимы нам и давайте произведем некоторые дополнительные настройки то есть для суммы мы укажем допустим от минимального значения так это тут указан текущие текущие не получится пусть у нас максимум будет 100000 рублей минимум 0 и по умолчанию будет 10000 далее период пусть будет максимальный 36 месяцев и по умолчанию будет 5 месяцев ну а минимальный пусть будет 1 и процент ну в грубо говоря от 0 до 100 ну хотя наверное 0 больше не используем пусть будет 1 и текущее значение пусть будет 5% все предварительные настройки произведены теперь нужно нашим ауклетом лейблов задать какие-то первоначальные значения 10 тысяч рублей какой мы выбрали период 5 месяцев так percent percent level и процентов по умолчанию 5% за 3 ну давайте запустим посмотрим что у нас получилось изначально да у нас есть какие-то значения верстка не поехала все выглядит нормально так же отрисовалась как и на storyboard единственное что у нас не меняется вот этот текст и собственно все для того чтобы он изменился нам нужно добавить action для наших слайдеров и здесь нам понадобится слайдер вот этот слайдер будет вызывать функцию допустим которая будет считать общую сумму пусть будет kind of set common amount и внутри этой функции я хочу получить доход в процентах для этого я беру значение amount слайдера делю его на 100 ну то есть я беру один процент и умножаю его на количество процентов деленное в месяц то есть будет показывать это будет та сумма которая у нас капает за каждый месяц процент процент слайдер деленное на 12 так уменьшим немножко storyboard нам еще понадобится далее я хочу получить сумму общую за период за весь период пусть это будет процент amount процент и умножаем на количество месяцев и в конце после того как я получил период amount мне нужна общая сумма часть common amount label ага в common я сделал большую букву это неправильно переменные мы всегда указываем с маленькой буквы таким образом мне нужно переименовать текст и мы получаем amount и в конце надо указать значок рубля ну то есть в данном случае будет просто так вызовем его первоначально и будем вызывать его в конце нашего мира проверим что он вызывается да все получилось но есть одно но у нас не вызываются вот эти переменные и еще по-моему не меняются да не меняются вот эти значения label для этого давайте добавим теги ну чтобы как-то отличать пусть это будет тег 0 у этого тег 1 и у этого слайдера тег будет равен блоки и теперь мы можем их как-то различать то я беру сэндер так по дефолту будем выходить кейс 0 кейс 1 кейс 2 кейс 1 кейс 2 изменять текст amount label и чтобы не бороться со значением после запятой я просто присвою int и добавлю в конец знак рубля здесь у нас период лейбл практически то же самое только на этот раз в месяц и в последнем случае у нас будет персантлей и то же самое только на этот раз проценты вот и для того чтобы добавить этот метод чтобы он вызывался у всех также продемонстрировал что можно один экшен добавить сразу нескольким элементом мы просто его протягиваем и теперь у одного экшена несколько слайдеров каждый раз когда будет любой из этих слайдеров переключаться мы будем вызывать этот метод и пересчитывать наши доходы небольшое приложение получилось например если вложить десятым тысячу на 17 месяцев по 10 процентов то можно получить вот такой доход надеюсь этот урок интересным полезным для вас всем спасибо за просмотр пока